Сейчас постучат пьесы из цикла «Сарисовки». Казалось бы, такие названия, которые, ну, первое, перезвоны, конечно, они нам говорят сразу о главном произведении. Ну, в общем, эти все пьесы являлись зарисовками самых главных сочинений, крупных сочинений Валерия Гаврилина. О перезвонах можно сказать, что это вторая симфоническая поэма, по прочтению «Шукшина». И начало этой работы было, опять же, в театре, связанном с театром, с фиктантом Степан Разин на сцене Вахтанговского театра в постановке Михаила Ульянова. И, как я уже сказала, потом много лет велась эта работа и вот дошла до совершенства поэма. И как раз та пьеса, которая просвучит, она также являлась зарисовкой, ну, как какого-то из номеров, каким-то истрогением для крупного сочинения. А вот три следующих пьеса, часики, вальса Тарантелло, нас отсылают к балету Анюта. И, по словам Гаврилина, очень странно, что получился этот балет на самом деле. Он его жанр балетный очень любил. Это, прежде всего, связано с тем, что ему приходилось работать в театре, в балетном классе. И, опять же, эту работу он не очень любил. И как-то этот шлифт тянулся всю жизнь за ним. И дальше очень интересный рассказ, как же все-таки родился этот балет. Это знаменитое сочинение, действительно замечательное и мировой шедевр. По словам Александра Арказьевича Билинского, режиссера, он услышал в фильме «Август» вальс. И, так как у него уже зрела идея создания русского балета, нового русского балета, и он думал, что это должно быть связано с именем Чехова, ему показалось, что эта музыка как раз необыкновенно подходит. И к чеховскому тексту, и с тем, что можно сделать на сцене. Он обратился прежде всего к Валерию Александровичу Гавриловну, но тот только посмеялся, сказал, я за это не возьмусь, и вообще смешно, что ты в этой музыке обнаружил что-то балетное. После этого Билинский не сдался и обратился к Владимиру Васильеву. Тот, в общем, тоже был очень скептически настроен, но он музыку послушал. И Билинский спросил, а что ты слышишь в этой музыке? Он говорит, ну как что, Чехова. Здесь уже пошли судьбоносные дальше сплетения обстоятельств. И все-таки они уговорили Валерия Гаврилина взяться, но он сказал так, давайте встретимся. Они встретились в Ленинградской филармонии в классах, и я вам буду играть, а вы будете выбирать, что вам понравится. То есть получилось так, что ни одного номера для балета Гаврилин не написал специально. Все это выбрано из его более ранних сочинений, прежде всего в зарисовках, в многохъезд, которые причерпнули для балета. И Владимир Васильев, конечно, и Александр Билинский еще. Таким образом, когда шла работа, тоже, мне кажется, очень интересно, Гаврилин ни разу не посетил ни одной репетиции, он как-то оставил массу других специалистов это действие, но она пришел на один из прогонов его все-таки уговорили прийти, и Владимир Васильев, к счастью, после того, как уже дали свет в зал, обнаружил, что Гаврилин со светами на глазах, с благодарностью тому, что, в общем, получилось. Гаврилин 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо. 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 Спасибо.